22 декабря в Уфе закроется 4-й зимний фестиваль, посвященный музыке Скрябина. Музыкальное событие прошло на лучших площадках двух республик Башкортостана и Татарстана. Об артистах, блистающих на сцене и предстоящей программе, мы поговорим с Артуром Назиулиным, народным артистом республики, генеральным директором Национального симфонического оркестра Башкортостана. Артур, здравствуйте. Здравствуйте, Дина. Спасибо, что в такое жаркое, действительно, наверное, для всех сейчас жаркое время, конец года. Нашли время прийти к нам в студию, рассказать подробнее. Сразу вот хочется с места в карьер. Давайте. Музыка Скрябина отличается, если правильно я все поняла, отличается тем, что в отличие от многих композиторов, его произведения, они не погружают какие-то страдания, а как раз дают ощущение какое-то просветление. Верно ли это? Она очень позитивная, так ведь? Вообще, в принципе, и творчество, и музыка его. И какие произведения, в чем исполнение прозвучат и уже прозвучали на фестивале, в принципе? Вы знаете, действительно, насколько вы глубоко знаете творчество Александра Николаевича Скрябина. Это очень приятно, что знаменитые телеведущие и журналисты интересуются высоким искусством. Действительно, жаркий декабрь, как бы ни было, какая была игра слов здесь не происходила, да, жаркий декабрь. Каждый декабрь у нас происходит зимний фестиваль, который мы посвящаем от фестиваля к фестивалю той или иной важной дате в музыке и в мире искусства. В этом году 150-летие великого русского композитора Александра Николаевича Скрябина и прозвучали его, наверное, одни из самых ярчайших. И даже, по большому счету, большинство из симфонических произведений Скрябина прозвучало в этом фестивале. Приезжали наши партнеры, наши друзья, наши партнеры по сцене. Я очень благодарен всем, кто принял участие в фестивале. Вот мы сейчас скажем о закрытии фестиваля 22 декабря, но я не могу не сказать об открытии и о последующих концертах. Фестиваль открылся 1 декабря. Прилетал наш большой друг Петр Лау, потрясающий пианист в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации. Для нас это большая честь быть участниками федеральной программы «Всероссийские филармонические сезоны». И наш стратегический партнер Московская государственная филармония, которая очень сильно поддерживает и оркестр, и следит за академической культурой нашей республики, в общем, поддерживает наши проекты. Далее были, знаете, если я начну перечислять всех солистов и все концерты, которых на сегодняшний день было 9 уже. Уже 9. 9 концертов. Вообще фестиваль 10 концертов, из которых 3 по городам республики Башкортостан, 4 в городе Уфа и 3 гастрольных выезда в соседнюю республику Татарстан. То есть огромный фестиваль. И давайте перейдем уже к закрытию. Вот мы сказали об открытии, теперь мы скажем о закрытии. А закрытие, которое состоится 22 декабря в концертном зале Башкортостан на нашей базе, так будем свободным языком выражать, мы посвящаем памяти основателя коллектива, народного артиста республики Башкортостан Тагира Камалова. И думая с нашим главным дирижером Дмитрием Крюковым, что мы могли бы вот в такую важную дату для нас лично предложить зрителю по программе, мы взяли, конечно же, великое произведение Скрябина, которое закроет фестиваль, это его знаменитая третья симфония. Одна из самых ярких, одно из самых ярких симфонических произведений Александра Николаевича. И в первом отделении выступят две очаровательные дамы, два концертмейстера групп. Это, знаете, у нас обычным языком есть начальники групп в оркестре. Вот они начальники групп. Одна начальник групп, вторых скрипок Светлана Воронина, заслуженная артистка. И начальник группы Альтов, народная артистка республики Айгуль Муратова. Они будут блистать не случайно на сцене в этот вечер, а потому что вместе с Тагиром Таузяховичем Камаловым они начинали свой профессиональный путь в этом коллективе. То есть они стояли у истоков коллектива. У истоков коллектива, абсолютно верно. Поэтому мы взяли тех, кто с ним соприкасался по работе и уже достиг знаменитых и званий, и вообще блестящего уровня профессионального мастерства. Ну и завершаем фестиваль великим произведением Скребина. Как здорово. И получается 22 декабря. 22 декабря. Это будет во сколько самое главное? 19.00. 19.00 начало Государственный концертный зал Башкортостан. Я почему еще раз повторяла для наших телезрителей, если вдруг кто-то еще не успел приобрести билеты, скажите, они вообще остались? На этот концерт еще небольшое количество осталось, а вот на последующие, которых будет 5 дней подряд в разных городах, конечно, билетов, по-моему, уже и нет. Уже нет. То есть, в принципе, сейчас я рекомендую вам, уважаемые телезрители, действительно максимально поторопиться, если вы хотите стать свидетелем такого события. Ну, оно действительно масштабное, и тем более закрытие, как правило, бывает еще ярче и наиболее пышным, чем предыдущие концерты. Все верно. То есть, будет очень красиво, очень, как это сказать, душевно, как минимум. Как минимум, вы знаете, академическая музыка, симфоническая музыка, это всегда красиво, потому что вы представляете огромный оркестр, 90 человек на сцене, от совсем молодых, но высокопрофессиональных музыкантов до народных артистов. И все они в едином душевном и профессиональном порыве дарят слушателю великие произведения великих композиторов. Это безумная красота, на которой, конечно, надо и прикасаться, и слушать, и вдохновляться. И, Артур, вот еще такой вопрос, как раз-таки продолжая тему, сейчас может показаться, что мы прям рекламируем как-то, но фестиваль — это действительно те самые концерты, которые просто необходимо посетить. Говоря вот о творчестве как раз-таки Александра Скрябина, мы гуглили, читали, возможно, да? Да, мы старались. Он, вот, написано, пишут о нем, да, то есть, что он обладал цветотональным слухом, да? Во-первых, давайте сразу объясним, что такое цветотональный слух. Вот сейчас, если так же, как я, есть люди, которые не знают, что это такое, посвятите. Давайте. Возьмем с нуля, что называется. Есть абсолютный слух. Это то есть, если человек слышит звон какой-нибудь... Чайной ложки об стакан. Чайной ложки, там, дреля, звук мотора самолета, либо ноту на музыкальном институте, он может назвать что-то си, ля и ду, неважно, какая нота. Он слышит уже наименование, он понимает это. А у Скрябина было другое. Он слышал ноты, то есть, он понимал, какая это нота звучит, и еще при этом у него была ассоциация с цветом. И есть ряд произведений. Вот буквально 16 декабря мы играли поэму «Огня» Прометей, его знаменитое оркестровое произведение, где прям отдельно в партитуре прописана партия цвета. Понимаете, это очень интересно. Мы это еще в Уфе не сделали, потому что нужна очень большая техническая история, чтобы это было солидно. Не просто включать и выключать свет, это на самом деле серьезная работа. Я уверен, что мы к этому еще вернемся. Но в то время, когда Скрябин писал поэму «Огня», такого вообще еще не существовало. И он понимал, что они пытались сделать эту историю, ведь поэма «Огня» была написана, если мне не изменяет память, в 1910 году. В 1910 году. Но тогда таких не было возможностей широких. Сейчас гораздо все свободнее, технические возможности все-таки позволяют, но до этого надо дойти. И о чем мы с вами говорили? Я уже начал говорить. Про цветотональный слух. Про цветотональность. И действительно, он обладал один из немногих вот таким слухом, которые позволяли ему видеть цвет и слышать цвет. Это, мне кажется, очень интересно. Это уникально, конечно. И вот как вы уже ответили на мой следующий вопрос, хотела тоже спросить, то есть будет ли тоже игра именно цвета на сцене. Но мы к этому придем. Мы к этому придем. А как вообще, есть ли в мире вообще такая практика объединения музыки и цвета? Где-то уже это происходило? Ну, конечно, это есть. Это широко применяется. Если мы говорим про музыку Скрябина, это все-таки есть, но в меньшем масштабе. Даже в наших московских ведущих залах, ведущие коллективы симфонические это делают довольно редко. Все-таки это большая работа. И учитывая, что мы находимся в огромном графике, вот, например, у оркестра в декабре месяце, только в декабре, а еще в предыдущих плюс-минус такое же количество, порядка 15 концертов. Это же огромный график. И, естественно, уделять внимание еще и встречам, репетициям. А это отдельные репетиции. Надо встречаться со световиками, закупать или брать в аренду огромные оборудования, которых, естественно, нет в обычных концертных залах. Это огромная работа. Просто не у всех до этого доходят руки. Поэтому практика такая есть. Я думаю, вот, если вообще смотреть на ваш подход к любому виду деятельности... Обстоятельный подход у нас. Да. Я думаю, что как раз для вас важно не просто сделать так, что, ой, это нигде не было, вот, смотрите, мы сделали, а сделать, если делать, то делать хорошо, качественно. Ну, надо отдать должное, что большинство произведений, которые прозвучали уже в фестивале, а особенно, которые будут на закрытии, это вообще были все уфимские премьеры. Потому что они еще никогда не звучали в Уфе. И третья симфония, которая будет закрывать фестиваль, и сольные произведения, это будет Барбара, концерт для скрипки с оркестром, и Эшпая Андрея, концерт для Альта с оркестром, тоже никогда еще не звучали в нашей республике и в городе Уфа. Поэтому открытие, ведь важно не только показать, что небылое или что-то лучше других, важно сделать просто качественный, будем так говорить, не музыкантским языком, качественный продукт. Это самая главная цель любого искусства. И абсолютное большинство, например, людей, которые никогда не прикасались к симфоническому или к академическому искусству, я призываю прийти, потому что одно дело, где-то человек услышал неудачный вариант, и у него сложилось впечатление, что, о, это скучно, неинтересно, или еще что-то. А важно ходить именно на качественный концерт, где высокопрофессиональные коллективы играют прекрасную классическую музыку. Могут представить как раз во всей красе произведение, как и должно быть. Ну и, в принципе, тогда можно сказать нашим телезрителям, что ждем вас на фестивале, на закрытии фестиваля 22 декабря, ну и на предновогодних концертах, куда без этого. Если они смогут еще как-то прорваться, то, конечно, мы вообще очень любим наши зрители. За годы моей работы в Башкорстане нашего главного дирижера Дмитрия Крюкова у нас появился огромный пул ценителей, поклонников высокого искусства, которые с нами ездят из города в город, которые не успевают купить билеты в Уфе, они едут, зная, что этот концерт будет в каком-то из других городов, например, в Башкирии, такая практика есть. Это дорогого стоит, мы очень любим нашего зрителя, мы его ценим, и нам важна обратная связь и тот энергетический поток, и обмен энергетикой, который мы получаем как артисты, играя на сцене с залом, который нас слушает. Полностью согласна. Я уверена, что вот это ли не показатель качества? Безусловно. Спасибо вам большое, Артур. Спасибо вам. Мы желаем вам хороших новогодних праздников, предновогодних концертов.